Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Давид Тартеров, я шеф-повар мясного ресторана «Пурпурная овца». Как мы знаем, еда объединяет не только семья, но и поколения. Но порой бывает трудно придумать что-то новое и порадовать своих близких. Поэтому я вместе с вами буду готовить каждый день какое-то новое блюдо, которое сможет разнообразить ваш обед, завтрак или ужин. Поехали! Сегодня мы приготовим рыбу. С утра сходил на рынок, лежит такая, смотрит на меня, говорит, ну съешь меня. А я говорю, давай. Я вам предлагаю сделать то же самое и приготовить эту чудеснейшую рыбу. Посмотрите. Глаза добрые-добрые. Для этого она у нас уже потрошенная, почищенная. Сбрызнем ее немножко оливковым маслом. Немного перца. Немного соли. У нас сегодня свежий тимьян. Некоторые добавляют розмарин, но я предпочитаю все-таки к рыбе только тимьян. Опять же, как я говорил вам, никакого правила. Хотите положить туда укропа? Я считаю, что вы правильно сделаете. Теперь рыба любит лимон, папа любит лимон, мама любит лимон. Теперь смотрите, убираем рыбку в сторонку, пусть она чуть-чуть подмаринуется, а мы подготовим гарнир. Для гарнира мы сегодня взяли свежий шпинат. Наливаем немного масла и положим немного сливочного масла. И смотрите, обязательно немножко посолим сразу. Вы спросите, почему сразу посолил, потому что так будет правильно. Когда говорит шеф, надо слушать. Вот, и на раскаленную сковородку выкладываем наш шпинат. Посмотрите. И, кстати, его готовим совсем чуть-чуть, чтобы не потерял свой цвет, не потерял свою структуру. Вроде положил большую сковородку, полную шпината. Бац! А тут как раз нам на подачу. Я, кстати, очень часто люблю использовать крапиву. Все, выключаем. Всегда в детстве нам казалось, что мы выходим, и это все сырники. А я жил долго в Астрахани. Как-то мы, ну, срываем, выкидываем. И наши родители увидели и сказали, что вы делаете? Вы не понимаете, что вы делаете? Они собрали и говорят, а теперь садитесь, ждите. Приготовили, это было просто космически вкусно. Ум отъешь. Все, убираем в сторонку. И теперь мы можем отправляться жарить рыбу. Как вы догадались, мы сегодня будем жарить на углях. У нас в ресторане есть такая возможность. Мы все жарим на углях. Дома вы можете пожарить и в духовке при 180 градусах в течение 15 минут, 15-20 минут. Это максимальное время. Все, опять же, все в зависимости от рыбы. Когда говорят, знаете, вот какое время нужно мне, чтобы пожарить, сколько мне нужно времени, сколько мне нужно соли или перца или специй. Вы просто всегда смотрите, ориентируйтесь на размер рыбы, на вкус блюда. Всегда пробуйте. Лимон, он бывает иногда кислый, иногда более сладковатый. Поэтому, когда вы что-то готовите, не стесняйтесь, всегда пробуйте. И это вам очень и очень поможет. Мы протерли салфеткой. И вот так аккуратно ее ставим на решетку. И у меня есть чудо-лопатка для того, чтобы переворачивать рыбу. Ну и также здесь у меня есть сливочное масло растопленное. Мы в процессе приготовления будем ей обмазывать. Когда еда готовится на углях, лично мое мнение, она приобретает просто волшебный аромат. Поэтому это еще одна из причин, для чего вы можете собраться вместе всей семьей на даче. Тем более погода сейчас просто волшебная. И пожарить всей семьей вместе. Потому что само даже приготовление, оно объединяет. Накрываем крышкой, чтобы рыба равномерно пропеклась. Потому что жар рассеивается, а мы тем самым собираем ее внутри весь жар. Итак, рыба готова. Теперь смотрите. На шпинат возьмем грейпфрут. Нам нужны будут его сегменты. Мы и так вот подрезали двух краев, чтобы она не катилась. Очищаем. Так. И теперь снимаем сегменты. Я в рыбе люблю нотки цитрусов. Так. Немножко сока. Вот так вот. Добавляем немного орехов. Мешаем. Теперь нам нужна тарелка. Выкладываем на середину тарелки. И да, должна быть не только вкусной, но и красивой. Берем черри. Чуть тимьяна. И немножко оливкового масла. И давайте вот немножко розового перца. Ну так вот, друзья. Наша рыба готова. Приятного вам аппетита. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова